Приветствую, дорогие! Ну, а я наконец доиграл все-таки третий сезон Ходячих мертвецов и в игру, конечно же, и хотел бы с вами кратко поделиться своим мнением об этой игре. Как вы знаете, мне очень нравится вселенная Ходячих, и мне крайне радостно видеть любое ее расширение, помимо того, что мы видим в комиксе или в сериале. Мне нравится, что создатели пусть медленно, но зато досконально развивают эту широкую географию своих героев. В сериале и в комиксе мы уже узнали, как все начиналось и продолжилось в Атланте и Синтиане штата Джорджия, в БХМ в Лос-Анджелесе и Мексике, в специальном издании про брата Рика мы узнали, как все началось в Европе, а конкретно в Испании. Наконец сейчас БХМ перенесли в Техас, и мы еще больше увидим, что же было там после прихода мертвецов. Примерно то же самое делает и игра от Telltale Games. Да, Telltale не расширяются далеко в шире, зато в игре создатели, видимо следуя заветам Роберта Киркмана, все место практически завязано в той же родной для Киркмана Джорджии. Нам показывают, что случилось в Мэйконе, Саванне, Ричмонде и Балтиморе. Более того, в третьем сезоне новый рубеж действия вообще переносится на 4 года вперед, от начала апокалипсиса и игра автоматически практически обгоняет действия комикса и сериала. Мне так же нравится, что создатели хоть и крайне кутся, но все равно пересекают персонажей игры со всеми нами знакомыми сериальными и комиксными героями. Проблема лично для меня в этом всем в том, что по большой части эти залеты героев из комикса смотрятся ну как появление звезд что ли в мыльных операх на одну максимум две серии. Герои резко появляются, немного помогают, а потом так же быстро уходят, при этом имея мотивацию что-то вроде «Ой, у меня еще есть друзья и мне нужно им тоже помогать». То есть мне-то понятно, что вы ребята из комикса, но все равно по ощущениям ваши истории даже здесь должны иметь логическое завершение, а не как здесь например с Гленном Иисусом. Главная особенность всех игр, конечно, это огромная игра на эмоциях, чего нельзя отнять ни у одного произведения Кирклана. Главное, что на первых порах разговоры о жизни в мире постапокалипсиса, выживании, сохранении человечности в этом лютом аду не приедаются. Персонажи действительно выглядят живыми, потому что особенно в первом сезоне чувствуется, что даже злодеи пришли к своему злодейству не из-за лучшей участи. Мне нравится, что создатели даже нас, обычных игроков, ставят на выбор поступить по-человечески или эгоистически. Мне нравятся герои вроде Кенни и Карвера, которые не являются абсолютно плохими. Например, у меня на протяжении всей игры буквально раза три, наверное, менялось мнение о Лейне. Я даже иногда для себя находил оправдание для убийств Карвера. Просто понятно, наверное, что выживание в тех условиях чревато необходимостью жертвовать, и жертвы не всегда эти должны быть справедливыми. Но однако даже человечного иногда бывает слишком много, и простите за тавтологию, конечно. Это очень сложно объяснить, потому что я сейчас говорю, как человек, прошедший первые два сезона практически за неделю, а вот к третьему я пришел только месяца через два, то и три. И вот знаете, первые два сезона для меня прошли, можно сказать, на одном дыхании. Я действительно переживал практически из-за всех путников Клементины. Больше того, я даже по второстепенным сейчас персонажам вроде Бена, Чака или Карли тогда переживал. А какие были эмоции, моменты, вроде переживаний Кенни, его постепенной трансформации то в зверя, то в справедливого отца, как тяжело он не мог оправиться от потери семьи. Да чего только стоит момент с мальчиком-зомби, умершим, вероятно, от голода на чердаке. Это были сильнейшие моменты, из-за которых хотелось все больше узнать, что же будет дальше. И прощались достаточно легкие задания, вроде нажать вовремя нужную клавишу. Ну а апогеем нервного кошмара лично для меня, конечно же, стала смерть Ли в первом сезоне. Черт, я не знаю, но для меня он был изначально кем-то вроде Рика Граймса для основного сериала. И я как больной до последнего надеялся, что его судьба не будет столь тяжелой. Я искренне потом ходил под впечатлением после финала первого сезона. И это Ли не доказывает, что продюсеры сделали правильный ход, наперев на драматизм истории, а не на тупой отстрел мертвецов а-ля Left 4 Dead. Второй сезон для меня также любимый, но несколько по иным причинам. Здесь мы также встречаем нового злодея Карвера и его шайку, но этому пришествует также много событий в лесу. И эта атмосферность ужасно классная. Не знаю, как вам, но вот здесь ощущение безысходности в начале, когда Клем и Кристо остались одни в лесу, меня буквально заставили вспомнить первые сезоны Хаэм. Я помню, как меня очень впечатлила добрая с виду собака, которая конкретно потом так покусала Клементину. И самое важное, что создатели даже умело обошлись с драмой. И лично мне, даже когда Клем победила пса, было жалко псину, потому что, вероятно, песик не был раньше диким. Мне нравятся потом все ее приключения в лесу. Ну а возвращение Кенни вообще дало приступ ностальгии. Я думал, так или иначе, вскоре создатели также вернут и Кристо, потому как вы знаете, что в этой вселенной действует негласное правило. Если смерть не показали, персонаж еще жив. Далее в сезоне действительно происходят интересные изменения, и недавние друзья оказываются предателями, спасающими собственные шкуры. Мне, признаюсь честно, несколько надуманной показалась, честно говоря, концовка второго сезона. Нет, безусловно, она была очень эмоциональной, и мне на месте Клем в последнюю очередь хотелось бы тогда оказаться. Но только сценаристы не смогли меня до конца убедить в необходимости такого поступка, что со стороны Кенни, что со стороны Джейн, хотя они оба были хорошими персонажами. Наверное, именно поэтому я тогда выбрал решение пойти потом своей дорогой. Возможно, авторы и правы в той ситуации. Оба героя пережили тогда реальный ад, предательство и гибель близких. Не ровен час, что оба они посходили с ума, и поэтому начали творить необдуманные поступки. Так или иначе, мне сложно оценить этот итог. Третий сезон я наконец закончил буквально неделю назад, и на вкус он пока по мне самый слабый за все сезоны игры. Он и начинается где-то далеко от Клементины в Балтиморе, в семье испаноязычного персонажа Хавьера. Изначально мне, как любителю этой игры, конечно же, было интереснее скорее узнать, где же Клементина. Но вместо этого мы достаточно долго наблюдали предсказуемый конфликт двух братьев и их больного отца, который, не надо быть гением, скоро воскреснет. Вообще, на протяжении всего сезона меня больше всего раздражали эти флешбеки Хави в начале каждого эпизода. Они были реально скучными, а погибну дятина для меня была игра в бейсбол двух братьев. Другой флешбек показывает, как на заре эпидемии Дэвид уехал в больницу с укушенной матерью, а Хавьер, Кейт и их детишки остались ждать. Прождали три месяца, и только жажда поиска приключений заставила Харви покинуть дом. Кейт вообще меня больше всего бесила на протяжении всего сезона, которая так и норовила запрыгнуть на Хави в любой момент, пока мужа не было рядом. Ее любовь и признание в ней также буквально тянули время, пока они пытались, например, угнать грузовик. Не знаю, как вы, но я на протяжении всей игры со стороны Хави давал ей отворот-поворот, потому что ненавижу изменщиц. Еще один флешбек показывает игру отца и двух сыновей в домино, и она отдает таким нафталинам, что я постоянно пытался подсознательно найти кнопку пропустить всего этого действия. Само же действие сезона по самой гландой засело в скучных унылых попытках группы сместить главу поселения Джоан, потому что она, видите ли, тайно грабит другие поселения, а-ля спасители Нигана. Дэвид хочет рассказать правду всем, как великий правдоруб, и предсказуемо попадает в тюрьму вместе с братом. Ну а тюрьму, логично же, никто не охраняет, зачем это надо. Более того, даже решетка на окне никто не установил крепко, ее снять хватает сил даже пацану. Далее видно, что никто и не пытается предотвратить революцию, потому что Хави спокойно ходит по городу, и апогей бреда для меня, конечно же, выглядит ситуация на площади, когда Хави и другие, даже не думая скрываться, просто подходят к виселице и сразу же забывают про весь ранее разработанный план. Кстати, а он был вообще? Я не хочу превращать обзор в банальный пересказ, но и финал сезона вообще оказался прокисшим и ни капельки не цепляющим за душу. Да, вполне ожидаемо, как и в прошлые сезоны, мы увидели очень предсказуемо глупые смерти двух главных новых персов. И сценаристы даже не удосужились нормально показать, что же произошло. Дэвид, например, так и остался для меня нераскрытым обычным тупым суровым солдафоном, которого банально скорее хотелось слить. Ну а малыш Гейб для меня вообще что был, что не был, потому что к нему можно отнести все стереотипы о подростках, которые вы можете себе представить, и мне они побарабануют, если честно. Клементине вообще в последнем сезоне авторы уделяют, кажется, меньше всего времени, да и то только в контексте ее заботы за малышом Эйджеем, про которого сценаристы по большей части то забывают на протяжении сезона, то иногда вспоминают, видимо, лишь для того, чтобы в финале двинуть историю Клементины вперед, уже снаружи Ричмонда. Единственный более-менее приличный перс, который мне понравился, как ни странно, оказался Трип из-за своей храбрости и болевого характера. Он, кажется, даже умел принимать неординарные поступки и вообще мне напомнил Абрахама из сериала, но и здесь продюсеры поступили с персонажем безраздельно глупо. В итоге, кажется, третий сезон игры поймал болезнь своего собрата сериала и погряз в самоповторах и топтанию на месте в пределах одной локации. Если там эти разборки трех сообществ, то здесь это разборки внутри одного сообщества. Добавьте сюда отсутствие элемента выживания, застарелую ненависть младшего и старших братьев, подростковую романтику на руинах цивилизации, псевдополитические интриги и, увы, получается скука в сравнении с первыми двумя сезонами. Ну а как вам серия игр от Telltate и понравился ли вам новый рубеж? Чего ждете от продолжения истории Клем и верите ли вы еще в какие-нибудь пересечения с сериалом? Обязательно напишите об этом ниже. Ну а лично я попытаюсь в скором будущем еще сделать отдельный ролик ходячих ньюс по четвертому последнему сезону игры от Telltale про Клементину. И так что ждите обязательно, я хочу собрать как можно больше всякой информации, слухов, теории и всего-всего. Честно сказать, меня зацепила эта история. Ну а это пока все, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если нравится, не нравится, тоже ставьте не нравится. Ну а пока всех благ, любите Нигана и Клементинку. Всех благ, дорогие мои. Субтитры сделал DimaTorzok